Просто решают сделать тебе начало посильнее, много магии будет, и Эмбер Спирит, бытует мне, что он очень слабый в начале, на самом деле, с самого начала он слаб на линии, если он берет хотя бы там пятый, ну тем более шестой левел, или даже третий, он уже становится значительно сильнее. Если он вообще хорошо начинает, то он гораздо сильнее, боюсь этого слова, Ликана, потому что в драке он способен нанести очень много магического дэмэджа, а Ликан со своим мультом просто бегает, и не так много дэмэджа носит, пока у него нет ни крачей. Пак отличный выбор, пак это хорошая контра Эмбер Спириту, оставляет его покупать манту зачастую, и здесь Эмбер Спириту нужно будет не просто хорошо отчать, а еще и при этом довольно быстро выйти в манту, и после этого только выходить в БФ. Довольно тяжелая ситуация, ну сколько тысяч нужно? Четыре с лишним, там почти пять на манту, еще четыре на БФ. Это просто темп очень серьезно сбивает Эмбер Спириту до выхода такого лаитового персонажа. Согласен, да, пак, конечно, против Эмбер Спирита заходит крайне удачно и крайне хорошо, это большая головная боль, маленький пак. Посмотрим, что сейчас придумает на Сарзе к пикам пятым. Есть у них мидер, есть у них керри, есть, собственно, суппорт и инштаболишен, невинятного рода пока есть тускар, то есть может быть оффлейн, может быть суппорт. Но мне кажется, что у тускара должен быть и суппорт, им взять нужно еще одного кора. Ну, один Эмбер Спирит инвокер, это пуш вряд ли остановится. Осталось десять секунд. Тот герой, который поможет. Осталось пять секунд. О, Дарксир, опять же, нам Магнуса набираю. Ну, Жира нет, но Дарксир отличный выбор. Это, вообще, наверное, один из лучших выборов. В пинации с Эмбером магического демеджа там теперь будет не просто много, а там кто-то под 200 у них получается. 90 щиток и флаггард еще 60. Ну, 150, ну, 150. 150 магического урона в секунду. Это очень много. Все это можно буквально там на пятом пути уже иметь. Вот самое главное, что действительно на ранних этапах Эмбер Спирит, бегающий, например, какими-то траволами, которые он быстро, возможно, приобретет себе, будет убивать противника. Там будут ЛХП же. И слабозащитные такие герои, как Пак, Хоть Эскейпом, тем не менее, будут страдать, Джакиро. Да и сам Эмбер Спирит до него будет добираться еще тримнантов и непонятно их спасаться. Непонятно. Ну, пик неплохой, скажем так. Торнадо Рокс вполне себе боеспособный. Есть чем убивать противника, есть чем откидываться во время пуш и так далее. И остался только Ласт Пик у Вега Сквадрон. Да, им нужен саппорт второй. Второй саппорт с контролем. Может еще одного героя взять, чтобы Эмбер Спирит и как-то ловить. Ну да, второй саппорт с контролем, скорее всего. Джакиро, он как бы такой полуконтроль, полупуш. И демедж в Ауе неплохой. По-моему, у Вега немного задумались. Но мне пик Торнадо Рокс гораздо больше нравится. У него есть слабые места, но все их можно проскочить. Там в начале хорошо постоял, раскачал Эмбера и вот этот мингейм тоже можно проскочить. Самый, да, вот взяли такого саппорта, подхил. Ну, сомнительный выбор. Вот этот подхил брать против Эншент Аппарейна. Может тут цель будет как раз таки нафармить как можно быстрее гоним. И под Суммонов, под Спиритбирра, под Волчкова, Флеконтропа. Ставить палку. Да, и ставить палку, которая будет до дуно стреливать. Ну, мне все равно не очень нравится. Потому что, опять же, у Торнадо Рокс такой пик, которым они лоп-лоп не будут драться. Они лоп-лоп проигрывают что с палкой, что без палки. Поэтому не самый, возможно, лучший выбор. С другой стороны, у Вичдоктора очень хорошие статы. И в этом плане он будет силен. Здесь очень многое будет ясно с самого начала. Если Торнадо Рокс хорошо начнут, они могут очень сильно в мид-гейме вырваться. И вот эта стадия, когда Ландруид и Лекана выходят пушить, она может в принципе не наступить, как было с Ликвидами. Которые взяли, как-то зажали с Гирокоптером и ничего не дали сделать. Осталось 5 секунд. Все так. Ну что ж, ладно, ребята, я разбираю тебе героев. Напомню, дорогие друзья, что если вы захотели выиграть три яхты... Ну, окей, на второй карте три яхты не получится, коэффициент стал поменьше. Но как минимум лодочку можно было отыграть, если поставили на Рокс Киск, коэффициент на ЕГБ 2. Приготовьтесь, извините. На Вегу там был из разряда 1.3. Так что прежнему Вегу считаются фаворитами. А так и Роксы показали, что Вегу переигрывать не могут. И это в первой карте уже сделали. Ну что, пойдем по мандам. Сёма играет на Джакира, Соло на Вичдокторе, Ноуан на Паке, Мак играет на Лондруиде и Паша на Ликантропе. Ну ладно, Рокс Киск, Атайр, уже пятером прожимают смог. Возглавляет это движение товарищи на Эмберспирите, там же ряд Костик на Дарксире, Ёл бегает на Тускарочке, рядом еще и БЗЗ на Инвокере и измывает эту самую движуху Арзенш-Тапариши. Не подвигаются чужие леса, чтобы кого-то поймать и убить. Знаем, что с аппаратом эта пи***а крайне сейчас жесткая. Дарксир просто способен сломать, мне кажется, позвоночник со своей тычки под аппарэйшеном кому-то. Туда. Но никого не находят, аккуратненько отыграли Вега, не стали готовы соус, стоят под своим тир-2. Пробежали с Рокс и только смогли поставить один Абсервер. Ну да, они в общем-то и не сильно прямо хотели. Им сейчас важно, чтобы хорошо отстоял сверху. Ну против Лондруида нормально Седой должен постоять, там кто-то гоняет. Дарксир снизу потерпит, как это было в прошлое АС. Его здесь гонять не так уж и просто. Опять же, визжок-то он ка... Да, выходит Гостик. Ну, валить. А, нет, мне надо валить. Да не все. Мне показалось, что наверх пошли. В итоге пак забирает друну, инвокер забирает друну. Инвокер, кстати говоря, по идее, должен пак это нормально так ходить вначале. Ну, один, типа, за счет того, что у него дэмэдж с руки хороший, а второй, за счет того, что будет обузить иллюзорер. Маг интересную фишку делает, он отводит крипов. Вот этим своим мишкой, мишку непросто забрать. А, смотри, что делать, ел. Опа! Отказано, перекрыто, идем по другому пути. Ну, так тоже можно. Ну, надо забрать этого мишку. Просто разворачивается. ХП, конечно, медведь потерял. Но свои цели добивает. Если бы пошли встречать, то бы уже давно забрали этого медведя и получили бы много ХП. А так, все-таки, он очень хорошо помешал Эмбер Спириту. Здесь сейчас, ну, будет под вышкой хорошо ласт хитит. Ну, кое-что добьет. Также большое преимущество даст в чале Паша своим хавлем на линии. Паку в миде. Это, наверное, самое важное. Вряд ли медведю этот хавль настолько будет полезен. Так, и что у нас? У нас перетяжка пошла. Ага, нет, это Гвостик. Нет, да, его там позажимали, он просто ушел на ТПС. Но он взял второй левел уже, что довольно важно, несмотря на то, что он стоит против триплея. Красавчик. Что тут еще сказать? Все верно. Что в миде? В миде инвокер у нас стоит, что там, 3-1 пока. Крипов добивает под своим тавером. У нована пока 6 на 2, он получше. Видим, крипов добивает хорошо. Ну, все потому, что инвокер у нас куас век. Сортов нет, демеджи сурки маловато относительно пака уже сейчас. И поэтому нован спокойненько обконтроливает это самое УЗ. Да, он правильный, наверное, выбор. Он хочет именно не пушить, а отбиваться от пуша. Просто кидать и ЕМП, тянуть время. Я не против, но как же на линии поставить крипов подрывать? Можно же на единичку-то экзорт взять. В демеджи будет намного больше. Да, согласен, что на единицу он бы мог взять и дальше уже то же самое раскачиваться. Но решил Лак вот взять. Все-таки квас... Раньше квас зачастую качали, это даже больше давало. Потому что квас дает реген. Палат, где там слишком долго было брать. Потому что слишком много скиллпоинтов требовалось. Ну, вот видишь, у него 7-1 реген с тремя сферками. Очень приятно. Ну и более-менее пока что ровно стоит. Медведь, конечно, там невероятно много забирает. Пов. Че-то там подластхитил, тут нейтралов забрал. 9 на 3 у него крипстат в итоге. Левел неплохой. Но в целом не сказать, чтобы смогли кого-то серьезно отзонить. Более того, линию покинул уже Хелл. Остается только один на мистопаришн. Но с Эмбером, которые, ну, могут в теории. Но пока я беру 6-го. И внимание на мид. Сейчас важнейший момент. Может соло заработать себе. Ну, не скажу, что в этой игре это прям дико зарешает. Но всегда довольно большой бонус. Не дождется. Не дождется, все, увидел. Увидел, делал Солач. И забирает Курьера. Курьер сил тьмы. Минус Курьер. С нафорсом 420. На плейдс фатак были. ТП-шка и Курица. О, могти. В Курице были. Довольно-таки серьезный буст. Временем нападение на Гостика. Ну и Сурдж. И Гостика. Почти третий Гостика уже взял. Все так, но все равно дела у мага получше. Чуть-чуть. Медведем продолжает развлекаться. Видимо, Арзика. Чуть мешает. Очень хороший, вот именно, самый ранний старт у Веги здесь. Ну, ждем, когда Эмбер и Дарксир получат тебе немножко лвлов еще. И начнут выходить в какие-то драки. Потому что драки здесь просто необходимы. Реализовывать. Выходит Йол у нас. Пришел погонять паками. С медведем все равно не справится. А хотя можно сейчас. Ну, надо попытаться его перехватить. Но нет, аккуратненько очень медведя уводят. Не по речке именно, а по лесу противника. Ну, идти-то встреть его, Эмбер. Вот так вот, крипов зажал своих. Ноль-мосочи подождет медвежонок. Башню силы тьмы на верхней линии атакуют. Ну, вообще, да, на самом деле, Эмбер-спирит. Мы могли нападать. Ну, что ж, там 700-ка осталось вполне по силам. Вообще, динамбируют. Не хочет пропускать крипов с линии. Тоже можно понять седово. Здесь довольно-таки важно. Но медведя можно и не забрать. И тогда ты потеряешь много времени. Решают не жадничать. Так, Дарксир у нас. Так, давай, какой-то хороший стиль. Дарксир пытался урону подконтролить, все прогоняет отсюда. Сёма сам забрал себе паунти на топе. Дабл дэмэдж, который забирает. Ёл. Ну, неважно. Это, на самом деле, потому что у Вегес это хороший вард на миду, и поэтому перемещение Тускар видны для... Башню сил света на центральной линии. И тем не менее, Тускару дадут больше свободы. Вот Дарксир большую работу выполняет. Он стягивает постоянно двух саппортов на себя. И все остальные линии, поэтому могут стоять совершенно спокойно. И уже в легкий пуш Торнадорокс переходит. Просто за счет магии убивают быстро крипов. Не дают медведю переагрить ничего. Да, вот он, конечно, переагривает, но все равно вышка немножко потеряла хп. Новый парк крипов подходит. Катапульта, не факт, что вообще отъедет. Да, это приятно. Седой чинами подвязал такие токум пандов. Немножко подгрыз. Таким образом, конечно, пуш приостанавливает. У нас медведь не дает со своему твору упасть. Но в следующий раз могут и забрать. Аккуратнее быть надо. Как бы там ни было, действительно, суппорта с нижней линии вообще не уходит. Ни Соло, ни Джакира. Контроль лишь труны. Помощи они Паку тоже мне не представляют такой. Но это все хотя бы вознаграждается тем, что Паша фармит замечательно. Крепсат у него топовый на карте. Это все-таки тоже важно. Гостик же, ну, третий левел насобирал себе. Три крипочка не так много, как хотелось бы. Соло рискать. Нет. Малочками не надо, но это видеть. Так отдаешь-то. Паша. Паша, видимо, все равно. Неужели сами будут пушить? Вообще там у Сёма-таки второй Ликвид Фаер. Уже можно пробовать. Да, вот так вот просто поплевать по Тавру всегда полезно. Дарксир, конечно, не так много, как Медведь имеет. Медведь будет интересно Аэрон Талон покупать в этот раз. Он просто уходит пока что подфармить лес. В любом случае, да, у Медведя тоже есть возможности и леса фармить, и на линии побольше. Но Дарксир так сильно не отстает. Правда, сейчас на Гостика напали. Это может просто Блатт блочит его до конца. Буквально еще одну тычку. Хавль, нет, уйдет. А не поздновато ли Хавль был включен? Возможно, он был просто на кулдауне, потому что его лекан очень часто юзает. Но да, если был бы раньше, то его могли забрать. 60 хп осталось. Хавль у нас дает 14. Да, могли заковырять. Еще с крипом дает дополнительный лекан. Да, там же два волчка были плюс героя, то есть по лишней тычке. Ну, возможно, сильно был кулдаун. Хавль напоследок действительно уже ничего не решал от Паши. Скажем так, простили пока Гостика. И Гостика выживает, то ходит на базу регенец, приходит на его место. А Арзик, который здесь хочет хп подровать, чуть тяжеловато сделать. Арзик все-таки... Это не Гостика. Играть будет намного быстрее. Если будут пушить постоянно, он может действительно где-то в лесах. Гостика зачем-то исполняет Сурдж. Просто вешает. Выходит на него Сурджа, нет еще 3 секунды. А, ну все, потратили. В итоге здесь контр-атака от Парейшена. Скейп просто прыгал немножечко. Сейчас Арзик просто волки съедят. И Седой пошел. Седой пошел. Седой пошел. Седой пошел. Он прячется в кустах. Ну, как-то все не так получилось у Роксов. То есть, если они на Седой продолжат, то может быть и выйдет. Но на самом деле ТПшки были потрачены пока зря. Очень хороший вард стоит. Это же стандартный вард Веги, который они ставили раньше абсолютно всегда под именно Тауэр. Но они прекрасно понимают, что рано или поздно сюда придет Эмбер Спирит и начнет всех магией убивать. Вот у него же третий флеймгард, там, по-моему, второй щиток. Это уже очень много. Естественно, с таким дэмэджем никто не хочет играть. Просто аккуратно прячутся под вышку, как только к ним приходят. Ну, по каждой Вега все очень хорошо делают в начале. Они не позволяют Эмбер Спириту ничего там наубивать. И при этом сами по крипам чуть-чуть ведут. Слушай, ну вообще все очень даже ровно. Будем откровенны, потому что я смотрю на инвокера и пака у них. Все идентично практически. Ликянтроп и Эмбер Спирит тоже у них одинаковые крипстаты. Никто никого не убивал, ферсбадов нет. Единственное, наверное, только медведь может перед товарищем Дарксиром похвастаться более лучшим фармом. Все. На этом, в общем-то, пока сравнение заканчивается. Но сейчас, возможно, Эммага пытаются убить. Сэвэдж Рор пока есть, Ай Шармс, но там сейфтп от Соло. Кстати, тут непонятно, седающий под корнями встрял. Вынужден Ревнант собью сзать и уходит. Пас на момент был. БЗЗ, который уже должен пагать своей команде. Руна Волшебства, то, что нужно БЗЗ. Есть Торнадо ЕМП, по четверочке вкачанный Куас Векс. Самый хелпующий, суппортящий инвокер ровмящий. Ну да, против лиден, конечно, вообще никакой. Тут разве что остановить на время. Но ЕМП заходит неплохо против пара. Там Вичдог, Джакира, но никак не против медведя. Ну, в плане дэмэджа. Так. Поэтому, собственно говоря, я не получаю ничего с медведем. Сделается, то можно пробовать тавр. Потому что... Хоть что там. Пытаются Торнадо Рокс это сделать, потому что уже скоро Медведь получит седьмой. Ликан уже собрал себе Владмир, и они выйдут вдвоем и будут пушить. Попадают на медведя. Медведь убить? Да, убивают. Так, может перепризвать. Айспас, и время на Седово есть Сайленс. И, пожалуйста, Сайленс, перегнабили Эмберспирита. Минус один. Арзика подцепили тоже. Арзика съедает Феррифайр, но срабатывают корни. Это минус два. И остальные просто сматываются. Даблкилл Байтман. Отличный Сайленс. И не успел здесь Эмберспирит. Да и маны у него, как мы видим, не было. Несмотря на то, что, казалось бы, нужно было ждать эту перетяжку. В итоге минус два. Выиграли 500 монет. Но на самом деле выиграли гораздо меньше Вега, потому что они потеряли медведя. И там нафидили нормальные экспириенсом и золотом 300. Фраги важные. Безусловно, но Ван подключается раньше, чем это сделал БЗЗ. И вот что интересно. Там казалось бы, но Ван без блинка не так, как инвогер, который играет через Куасвекс. Ну, на ТП, на деф-вышке это сделать попроще. Здесь хорошо поймал своих соперников на такой легкой расслабленности. Да, вопрос, где был в это время БЗЗ. Стоял Фидом, а торнадо ЕМ помогло спасти. Аксеринь Матакс пошла вновь на Мага. И Сэвэйдж Рор был заюзан. Маг, колдфит, не замораживает Мага. Рематом идет дальше. До конца идет Седой, хочет Мага взять. Маг, фэрифайр юзай, на флеймгард жгет. И в итоге забирает. Да, и у Мага еще после того, как он рестнется, полминуты где-то не будет Мишки. Немного неприятно. И нужно будет им долгое время потом еще и дорожить. То есть сейчас Роксы могут просто переубивать этого Сумона и оставить Медведя не удел. Хороший был бы для них момент. Башню сил света на верхней линии, атакую. Совсем мы забиваем, забиваем и забываем про Пашу, который стоял на легкой линии. Спокойно фармил, надпорс у него третий, однако уже есть Фладмир, Белт. Терт в свои армии, идет довольно быстро. И самое главное, что я выигнорирую от ребят из Рокскиз. А потом-то будет больно. Потом-то начнут есть. Маг съедает свою вышку. Здесь не стали за ней ломиться. Просто аккуратненько. Знает ее. Но все равно это неплохо для Торнадо Рокс. Хоть что-то они получили. Все-таки пик у них не самый пушащий. Хоть как-то смогли надавить. И Эмбер Спирит пойдет, естественно, в Трвла. Ну да, он прекрасно понимает, что здесь только сплитить. Сплитить, сплитить и еще раз сплитить. Кстати, забавно, но если Эмбер Спирит покупает себе Манту, ну и в принципе можно еще БКБ для уверенности. Но БКБ здесь можно даже не покупать. Его ловить практически нечем. Он просто будет всегда уходить. И Ликан с Медведем в этом плане слабые герои. Тут такой расклад. Обычно паки все-таки недовольствуются только одним Сайленсом, играя против Эмбер Спирит и покупают Хекс. То есть здесь не БКБ даже, а может быть какая-то линка будет нужна. Или еще очень хороший вариант есть. Это Блинг Команта Ставит. БЗЗ выходит. Видят они Бич Доктора. Могут на него попробовать напасть. В принципе, ну там хватит демеджа. Пак тем временем покупает Блинг. Очень опасно подвышку. Действительно так. Нету аппарейшена, чтобы он туда еще закинул. И Вич Доктора есть хил. Причем второго левела. Да, вряд ли полерут. Решают отойти. Баг покупает себе рецепт на Линдов Медас. Ну, фарм нужно ускорять, безусловно. Сделали кружок такой довольно серьезный. Тускар вместе с Инвокером. А по итогу-то Вич Доктор еще и жив. Под своим тармом по-прежнему бьет криповщиков. На него все никак не могут зайти. Потому что есть Волк. И Паша контролит все это дело. Он все прекрасно видит. Соответственно, видит и Вич Доктор. И не подставится. Не подставится. Сможет даже как-нибудь пробовать запайтить. А нет, надо убивать. Там тоже смог. Но Ван уже с блинком. И Ван не реализуется в линдаке. Вот он Арзик. Вот можно убивать. Но Лиза Рерпул потрачен в никуда. Стоит Аспав. Сален. Сарзик очень больно. Поджигает его. И это минус. А Ульц все-таки вынужден брать на Парейшна. Ну и пользуются этим Торнадо Рокс. Они просто оставили одного аппарата. Он получил шестое. Силы тьмы крепили свои сооружения. И спокойно скушивают Тавр. А сверху неужели дефить хотят? Да, вы что, Флоя. Перед выходит. К ним идут еще два героя поддержки. Но... Здесь поменяют все Торнадо Раме. Есть правда фортификейшн. Скорее всего снизу будет Тавр за ДН. Не надо сжать нечуть Гоську. Подпустил ошибку. Боже, эти каски, которые просто не выпустили с дизейбла. Но я не знаю, на что он наделся. Он знал, что там есть фортификейшн. И в итоге... И, кстати, говорят, для него еще не так плохо получилось. Потому что вышка осталась неденайбл. Ее в следующий раз можно будет заводить. 4-1. Вега впереди. По золоту они ведут по 4 тысячи. По XP ведут 4 тысячи. Ситуация вполне себе нормальная. Но Эмбер Спирит начал свой разгон потихонечку. Ну и здесь все у нас будет именно зависеть от того, успеет ли разогнаться Эмбер или нет. Ну многое, скажем, так будет зависеть. Вообще, хочется отметить, что БЗ в этой игре крайне неактивен получается. Вот уже прошло 14 минуты игры. Казалось бы, золотая пора для инвокера. Вспоминать те же самые Frankfurt Major и так далее. Где, например, Beagle Miracle на этом самом инвокере в Куасвексовском. Уже делал нон-киллы и бенгод лайки. Здесь же мы видим, когда 0-0-0. Это непривычно с таким инвокером Куасвексовским. Но как-то вот не получилось с инвокера начать активность. Бивал сурной антивагой, я помню, там. Да, да, да. А здесь нет пока такого. И ПЗ пока, ну, просто бегает. Вроде бы есть на карте, а вроде бы его и нет. Ну, и посмотрим, куда дальше будет, конечно, позиционировать себя. Сносят тавр, разрабатывают еще отдельно. Очень многое зависит, конечно, от игры команды. И там, ну, ОГ вообще я бы не стал сравнивать. Там, потому что они поймали какую-то вообще нереальную нирвану. И у них там каждый из-за каждого очень четко сейвил. Эмспирит ловят. Минус Эмберспирит. Нет, бро, без манта ставил в этой игре делать нечего. Еще один ярый тому пример. Просто с Эмберского за 5 ничего не сделать. Ну, манта ставил еще очень долго не будет. Нужно как-то найти, ну, довольно опасную точку выбрал. Не знаю, как он там вообще оказался. И что он там делать, потому что там память было нечего абсолютно. Ну, перетягивался, видимо, за руны как-то. Ну, подвар подставился. Хорошие движения в теге. Они спалили прекрасно. Ну, и еще один килл. Башня сил тьмы на верхней линии, атакуй. А тем временем, я так чувствую, да. Башня сил света на нижней линии, атакуй. Что проиграли. Драку. Ну, естественно, проиграют. Башня сил тьмы на верхней линии разрушены. И вот как раз-таки пришли вега в стадию, когда они должны сносить ТВРА, не отставая и даже не вровень, а имея преимущество небольшое. И сейчас очень жестко засноуболиться могут. Нужно что-то, торнадо-рокслужащим, придумать. Либо какой-то тотальный сплит, либо как-то в ответ поубить. Конечно, сейчас догнать. Например, попросили товарища Сему, подвязка не прошла, пытаются убить так. Ну, остался один, метад, конечно, там расхитает. И такируют, что это малая компенсация для Аксона. И сделали они только второй фраг. Ну, да, это очень мало. И сейчас как они будут отбиваться дальше? Просто по нижней линии можно пройти, средь там два тавера. Ну, все, можно. Действительно. Хороший получил лего склад. Ну, это все, опять же, идет в отсылке к тому, что инвокер поначалу мог сыграть поактивнее. Пак играл активно, а инвокер не создал спейс для Эмберспирита. В итоге Эмберспирит не фармит, ни инвокер не нафармил. Да, и Эмберспирит тоже должен был играть поактивнее. Башни с этим не на верхней линии. Ну, не сделали этого. И что уж теперь, нужно как-то думать о том, что же делать дальше. Потому что если сейчас все хорошо пойдет у Веги, то помимо сноса таверов появится еще какой-то радианс на мишке. И радианс на мишке здесь вообще не задефит. Тут тяжело будет, да. Тем более с Медасом, конечно, очень хорошо фармит маг. Нетворс у него увеличивается с каждой минуты, уже на четвертой позиции он находится. Ну и далеко-далеко впереди там Ликантроп с Нетворсом 8200. У него уже есть тарыня к Редмиконам, до третьих осталось всего лишь 100 с небольшим монет. И да, Роксы, Роксы, конечно, сейчас в очень большом упадке. Кстати говоря, возможно, переигровки будут, я подумал о второй группе. У нас же личная встреча, личные встречи, но по-моему она решает только если первое-второе. Ну так было на прошлых просто отборочных. Третье-четвертое место, точнее второе-третье, если место, то только переигровка. И только в одно очко. Возможно, возможно, так что следите за новостями. Где-нибудь тарочки сейчас вам в Рухабе там напишут, что будет дальше. Ну это что касается группы А, наша группа Ба. Смог атак, в те времена Матерокс не попытаются что-то изменить. Видите, опять-таки Сем поставляет, хоть отдалай спав по всем. Ой, хорошо, как пиратно Сема падает. Быстро Кобурни с первого удара по ПСС зарабатывает. Ставится Дэдспар, стягивает неплохо. Хостик, снова болт, туда же. И рассыпается Садега с Патрон. На контроле бывает то, что это минус 3. Вот это то, что нужно было. Минус Ликан, минус Некрачи. Сейчас еще Волков забрать. Будет вообще идеально. Эмберспирит уходит. Это то, что было нужно. Я уже, честно говоря, не верил в то, что Торнадо Рокс что-то смогут. Но как же много они зарабатывают. Просто посмотрите на этот файт-рекап. 3100 голды отыграли. 3100 голды, 3100 икпы. Самое главное даже не то, что они отыграли, а то, что они заработали массу денег. Ловят пака. Пытаются поймать. Юл уже Юл. Юл хорошая штука. Можно флеймгарди спелить. Не пьянная тема. Ну что ж, Роксы не сдаются. Сыпа указывает, что еще способны проводить хороший файт. Конечно, не без помощи Вега Складрон, которые сейчас, окровенно говоря, подставились. Но, тем не менее. И сразу, посмотрите, появляются две основные части от БФ. Это Клеймо и Братсворд на Сидом. Да, две самые дорогие. Топорик у него уже есть. И остается ему не так много. С револами он должен быстро дофармить. БЗЗ фармит себе Юл. И теперь ему будет попроще. Что-то не дофармил, не донес. Сейчас как-то не получилось. Так, давай, ты сможешь. Там Sage Mask в стэше лежит. А, в стэше Sage Mask точно. Да, вот он, видимо, тоже сначала не пол. Что не так? Бывали в DT-бак, когда артефакты действительно не собирались. Это было... Я помню момент, когда, если ты не выложишь определенное количество слотов, у тебя артефакт не собирался. До одного пача, когда это пофиксит. Ну да. И на самом деле я помню, когда он у меня не собирал БФ из всех ингредиентов. Я вообще не знал, что мне делать. Но потом, как-то перекладывая по сто раз, он все-таки собрался. Так, Паша мог бы нагнать. Сейчас Паша ключа, форму подвязывает Паша. А, джайд, слабый дайп. Слишком много дэмэджа, слишком много урона. Ну и что? Бак, раздат, неплохой. Заходит, Жакира. Но Эмбер Спирит уже отсюда ушел. Опарэйшн поймали. Костик перед смертью стенку стяжку сделал неплохо. Но продолжение не было, потому что сматываются Роксы. Двоих уже потеряли. Ёл, скорее всего, тоже не уйдет. Дает Айшард спирит. Ну, инвокер сюда заходит. О, он заходит, ЕМП, да, лучше уходить. Надо, там, Сайленс получает, Седой, Седой, беги. Да нет, Седовой здесь уже бьют. Скорее всего, 3 в 1 закончили. Размен. Не было вообще инвокера. Будь он изначально, мог бы неплохо дать Торнадо ЕМП и что-то сделать. Опять БЗС попросил влиться в игру. Где всю игру инвокер находится? 20 минут, 2 ассисток. У вас вексовский инвокер без экзорта. Кстати, посмотри на рекарду. Ну, на самом деле, еще и Торнадо Рокс не в таком большом минусе оказались. Всего 800 монет проиграли. Ну, так они убили мейнкерри самого большого понотворца парня. Плюс они отстают. Конечно, тоже очень сильно решают. И, на самом деле, я не совсем понимаю, но Вега, вместо того, чтобы просто пойти и сломать нафиг какую-либо сторону, две вышки, например, снизу, они постоянно фидят своими корами. И все это идет к тому, что Торнадо Рокс действительно мог успеть фармить какие-то артефакты. Ну, Эмбер уже почти с БФ в игре, а манту он не стал делать. Возможно, правильное тоже решение, потому что, если бы он сделал манту, то это было бы слишком много времени. Сейчас он сделает БФ, он потом манту зафарит гораздо быстрее. Если его не будут убивать. В случае, да, если Вега не пойдут на него, и его просто-напросто не умер. Опасный билд, это билд, который сохраняет темп фарма, но при этом, опять, очень уязвимо. Седай в одного пака. Ты должен рисковать в такой игре, потому что тяжелая ситуация у твоей команды, все-таки ты сильно уступаешь. То есть, уходит на базу, ты собирается сейчас, ценный БФ, он у него готов. В принципе, 21 тайминг неплохой, у него держится второй на карте. Так что, более, если не подставится ближайшую еще и минуты 3-4, то немножко ковыряет себе на еще что-то. Так, ну, вообще, больше артефактов новых и не появляются у Роксов. Там вот Чин Мэйл купил себе Йол. Подожди, Мек у него есть уже в команде у Гостика. А он зачем купил Чин Мэйл? Что мы хотим с этого Чин Мэйла? Ага, мы хотим, так вот, мы хотим купить себе медальоновку Рейдж. Ну, да, стандартный билд. Да, там пришла, в общем, информация, все в Твиттере пишут, что все, Na'Vi покидают турнир, Empire проходит в плей-офф. Слава богу, переигровки, конечно, даже такие эпичные. У нас еще будет много эпичных игр и без участия Na'Vi, хотя, конечно, да, я думаю, что, по-моему, миру нужна новая-новая эра. Новая-новая эра. Ну, на самом деле, относительно прошлых отборочных Na'Vi получше смотрится. Ну, так, да, хотя бы они были близки к тому, что плей-офф идут. Во всяком случае, хвост смотрится точно получше. И знаешь, это вот... Хотя он уже не в Na'Vi. У ребят из Secret и EG такая ситуация была так, где Кура воссрайт или Артизия воссрайт. Здесь получается, что хвост воссрайт. Ну, посмотрим, потому что еще надо плей-офф пройти, это не так просто. Кан. Копадает. По нему вовремя метил волками. И Павел, конечно, было бы очень больно. И что, неужели все-таки пойдут? Нет, не пойдут. Ну, на дистанции, когда Роксы не гангают никого, все равно фармят вега лучше. Мы это видим по графикам. Графии растут, в их пользу. Преимущество, конечно, есть. 8 тысяч, в 22-й мноте, в принципе, это довольно весомое значение. Оооо, йоу. Я ушел. Да, что-то он долго сидел. Очень долго сидел. В итоге его спокойно забирают снизу. Ну и все, в общем-то, на этом заканчивается. Эмбер Спирит заформил себе БФ. И к манте уже, на самом деле, идет, если это будет, конечно, очень быстро. 1300 у него уже. Хотя только, казалось бы, БФ купил. Там вот Родианс появился на медвежонке. И это сейчас очень серьезно может поменять расклад на карте. Да, дефит-то особо тяжко сейчас. Ликан БКБ, медведь с Родианцем, бжит это все на вас. Пак с блинком, и экс у него не за горами. Тут плот поможет только вот это вот плевание огромного магического урона моментально в одну точку. То есть тот самый бёрст. Если это удастся сделать Роксам, то они еще смогут как-то продержаться. Стяжко под ульт-опарейшеной, там, с БФом прыгает эмбер. Может получиться. Так что здесь все-таки много милишников таких... Ну, два кора милиш, я скажу. Там, плюс, Вичдоктор, как правило, тоже старается где-то рядом держаться, чтобы подхиливать. Но при этом нужно подумывать, Роксам, о том, чтобы как-то обезопасить себя от ближайшего волка с БКБ, который появится совсем скоро. И уже подумывать надо о том, чтобы купать себе форстаф, и, безусловно, нужны будут какие-то гостки. Ничего этого. В запаках урок скислены. Заходи на Рошану в смоках. Так, ну тут же с Сигилем зачеккали. Видят, у Рошана только начали забирать. Пойдет льта-опарейшен. Пошла ульта. Просто аккуратненько надо выбежать Рошпита. В итоге не попадает ни по кому вообще ультимейт. Льта-опарейшен ультимейт. Форма, есть Торнадо, ЕМП, взлетает под Вичдоктору. Успел соло-бейти, не потеря в МП. И Туги-Маша спокойно забирает Эггис. Там Теренимно Ван ворвался. Слушай, Йола подцепил. Через Дримкоил. Летит дальше. Йола подцепил еще и БЗЗ. Но дальше не пойдет. А Йол что-то там вообще не стал королить, ничего. Просто умер. Мы бы еще сноуболом попытаться подзадержать время. Ну хорошо, в итоге выиграли Раку, забрали Рошана. Убрали одного героя. И спокойно идут дальше давить. Да, такой вот. Очень это напоминает первую игру Нави против Империи. Где вроде бы тоже Нави отбивались. Но одна ошибка и вся база упадет. Все так. Только там не было Ликана. Там был только Медведь. А здесь еще Эликан. Но там еще и было чем откидываться, то что был Магнус под Эмберспирит. Точнее Эмберспирит Магнус. Вашню силы на центральной линии разрушена. Сам самостоятельно башню силы света на верхней линии атакуются. Должить уже Таликс вверх. Почти. Котов, котов, котов. Даже готов и 600 монет сверху. Да, хорошо. Быстро фарм, ничего не скажешь. Старается поаккуратнее играть. Давай, Волк, грызи Курьера. Ну, дэмджа мало. Опять же двенашку армора никогда он не пробьет. Очень быстро фармит Седой. Я так понимаю, он решил пойти по пути играть вообще без БКБ, без манты. Просто играть супераккуратно, супермобильно. Может быть тогда блинг мы увидим. А может быть вообще... Ну да, блинг нужен в такой ситуации. Ну, тут первосчетную степень. Наверное, он будет покупать себе Деедалс во что бы то ни стало. Но если ты действительно идешь в такой вне безбасный билд, если ты игнорируешь пакуш, конечно, зря, то иди уже таком. Покупай Деедалс, покупай себе рапиру, все что угодно, чтобы попытаться отбиваться в счет фестов. С Деедалсом одни фиды там могут действительно закончить драку. Под хороший вакуум, опять же, под ульту Абарейшена. Но прямо скажем, это, конечно, шанс на миллион, поэтому века благополучно идут сейчас ломают топлер-2 и будут ломать еще три. Башню силы света на центральной линии, атакуют. Атакуют. Гриф имеет, конечно, смотрим по байбекам. Есть, байбеков нету, ребята, из Роксвир, Тултан, Сирплиска. Торнадо. Встречает неплохо здесь Синвора Керна, что он сможет делать дальше. Башню силы света на центральной линии, атакуют. Башню силы света на верхней линии, атакуют. Еще одни фисты, падает, падает R3. Медведи убивают первого. А можно еще вот так вот крачей забить. Очень много за них голды. Второй медведь появился. Тозы немного битый. Торнадо мы укрепим. Торнадо, айсбласт нео, и поторопил Сарзик. Да, вообще непонятно в кого он его кидал. И не было никакого абсолютно фолова, ни стяжки, ничего. Эмберспирит продолжает нарезать. Падают первые бараки, пошло Торнадо. Заходят. Вот сейчас Гостик, ну где вообще фолова, где Тота? Ничего абсолютно нету, ульта опорейшна нету. Ставится Палкович Доктора. Гостик забирают, Ликан отстается. Ликан забирает Эмберспирит. Плохой бласт. Уходит в итоге Эмбер. БЗЗ. БЗЗ поднимает себя в Юл. Эмберспирит забивает паку как местами. Как же больно демажит Эмберспирит. Нужно добить барак. Добивают барак. Минус штаб Мишка. Паша уходит на ТП. Ну, бараки снесли. Да. Свою миссию выполнили. И Мага тоже цепляют. Без двух медведей. Забирают его. Все. Ну, могли гораздо лучше Торнадо Рокс все провести. Вот этот врыв Дарксира мог быть гораздо раньше. Отвратительный Айс Бласт сперва. Потом врыв уже этого Торсира без Айс Бласта. Не скомбинировали никакого. Плюсы в итоге оказываются по деньгам. Но, конечно же, здесь не учитываются упавшие бараки. Это самое главное. Своей цели Вегас Патрон добились. Даже несмотря на то, что потеряли Аегис, последствия Медведей, Пака Коргероев, они смогли нести одну сторону. Это очень важно в 28-м минуте. По-моему, Седой, конечно, вписывает много дэмэджа. Сейчас у него уже будет Дейдалус. Пропушивает эту линию до конца. Да, видели мы, как факт. Там с одного Слайд оф Фитс чуть не погиб. В результате довольно быстро его там смогли защемить. И поэтому, конечно, вот Дейдалусом будет уже попроще. И же суперкомбинация Торнадо Рокс, которая так нужна. Проигрывает очень много 13 тысяч монет, конечно, уже и без одной стороны. Больше так нельзя, конечно, встречать противника на своей базе, потому что, может, это будет и второго плейна. Тогда надо как-то выходить в смоках. Искать кого-то. Пытаться забрать. Они не пытаются это сделать. Есть смок. Смок прожимается. Не видели этого в Вега. Пак, пак, пак. Ну, да. Вега все много видит. Это что-то варда, поставленного к сопернику на базу. Сейчас, я думаю, они аккуратненько подзажмутся на базе. Просто переждут этот смок. Но сам смок-то, конечно, они не видели. Они видели, что смок был в курьере, возможно. Может, максимум того. Ну, они читают, они просто не видят противника на карте. Аккуратненько. Но, вот, вряд ли сюда полезут. Хотя, довольно кучно все стоит. Дарксир, если увидит, он может просто ворваться. Дарксир ничего не видит. Опасно. Опасно. 15-8. Браксы держатся еще. Проигрываю очень много при этом. Вега сейчас переждали смок. Попытаются стыдать противника от своего Тир-2. Разможно дождаться просто появления следующего Рошана. Торнадо. Попытаются силы света на нижней линии атакуют. Очень опасной игру затеял Седой, конечно. Играя без какого-либо Ивейда против Бака. Помимо Сайленса появляется еще и Экс. Ну как, он иначе просто дэмэджи наносить будет. Да понятно, понятно. Рискует, конечно. Очень рискует. Ну да, надо рисковать. Он рискует. Но, естественно, тяжело. И пока что мы видели, что раздавал дэмэдж. А вот наступит момент, когда его хиксанут и убьют. И весь этот инвентарь его божественный будет бесполезен. Да, просто может нанести ноль урона. Все зависит от пака. Целиком, полностью сейчас. По руках жизнь Эмбир Спирита, фактически. Да, появляются уже аганимы инвокеры. Это улучшенные вспылы на один уровень. Даже векс у него получается не седьмого или сколько? Не восьмого уровня, а следующего. По-моему, восьмого как раз таки. Молчание их шесть, их сфер. Да, и максимального уровня и Алакрити. И все. Ну, Алакрити Эмберу неплохо бы дать. Все-таки дэмэджи он дает не слабо. Ну и пока что выжидают. Выжидают. Вот Вега никуда не торопятся. Возможно, хотят следующего Рошана. Понимают, что все-таки есть определенный риск. Подставиться под комбинацию и отдать сопернику огромное преимущество. Башер на Медведе. Медвежон усиливается. Гиперстон у него уже имеется. Конечно, быстрее он будет сносить бараки. Теперь плюс ко всему и по противнику будет больно залетать. Не знаю, то есть здесь саракцы могут бесконечно пробовать под смоками ловить оттельника. Или просто дождаться того момента, когда Вега будет не подниматься на хаграунс. Мы видим, что сейчас будет гангать. Ну вот седой, пожалуйста. Есть седой? Есть седой. Пока еще есть седой. Вот еще он есть. Да ладно. Ну, все очень плохо сделал Бак. Он был абсолютно один. Он сразу же дал и Сайланс, и Хекс одновременно. В итоге отпустили. Да, Мак там далековато, Сэмп Медвежонка был. Не смог даже ни одного удара сделать. А выход-то был неплохой. Пас удар надо. Ох, как сейчас. А снова был Мак. Мак слишком долго делал ТП. Ловит руновал Респанч. Дал седедж рор. Баш с первого удара по Йол. Еще и Дримкоил ставит. Айсбасс будет залетать. Снова проблемы. Стягивает тем временем Гостик. Погиб, конечно, Тускар. Размена Мака по-иде должно быть. Да, забирает его тот Сидио. Да, это Сидио. И Ноуана тоже минус. Сидоэ делает 2 килла. Медведя забирает. Забирает также Пака. И могут еще попробовать Джакира сейчас с фистами. Но не связывает. Чины, я думаю, поздно нажал. Да, Лайт офис и позже только. Отличные 2 фрага удаются. 3000. Отыгрывают еще Торнадо Рокс. Распирит зарабатывает себе еще немного. 2 кора в таверне. Можно немножко подрасслабиться. Выиграть еще чуть времени. Нет, сейчас рамена просто шикарно получилась. Опять же, ошибаются. Вега. Вот эта неудачная инициация с их стороны. Сразу же ответочка в исполнении Рокс. Тут Вега и Сквадрон играют крайне неуверенно сейчас. Не могут полноценно реализовать свое преимущество. Которое составляет 15 тысяч, я напомню. Ну, довольно-таки, на мой взгляд, все просто. Идите в пятером. Идите в пятером и будет вам счастье. Соло. Войдет на Сидово. Цеплять нечем. Ставят. Ну да, вот так вот. Немного угол. Он только-то прилетел к ним агоним. Понятное дело, это 70 секунд. За это время еще не пойдут никуда Вега. Да там только Лон Друид пока выйдет. Пока выйдет пак. Пока соберутся, уже это время пройдет. Хотя появился Рошан. Ну, в случае с Торнадо Рокс, не так просто его забрать их героями. И вряд ли они туда пойдут. Единственное, они, конечно, могут в узком проходе мешать противнику и там их подловить. Вот это вот будет самым лучшим мнением. Вежурка уже как появляется у Львентропа Ассал Террас. Ну, очень плотный Паша. По-прежнему, конечно, очень много денег. Он имеет Блинг Дакер. Вот. И Берспирит наконец-таки начал понимать, что все же против Кашутки могут быть кофи. Ну, лучшее решение все-таки здесь у тебя нету возможности собирать и то, и то, и то. И Линку, и Блинг, и БКБ, и Манту какую-то. Тебе нужно выбрать что-то одно, и Блинг является лучшим решением. И стоит поменьше, и мобильности дает побольше. Ну, на мой взгляд, опять же. Да, то есть, катиться на Линкен Свер в такой ситуации не хочется, потому что денег надо. Манту стоил то же самое. Что она тебе даст? На тебя прыгнут, собьют, захексят и убьют. А вот с Блинком тебя поймать гораздо сложнее. Потому что ты супермобильный, и постоянно куда-то скачешь, прыгаешь. Прыгнут. Хорошие варды, кстати, поставили. Сейчас, в та части, некоторые передвижения ванна, мага. Да, они почти все здесь видят. Варды просто отличные. И неплохо удалось отпушить линии. Проигрывают все равно, конечно, очень много. Но им достаточно следующую драку провести. Вот буквально, ооо. Дарксир покупает себе лоту сорб. Вот теперь с Эмбером еще сложнее бороться. Есть единственный дизейбл такой хороший, это Хекс. И Хекс работать не будет. Кстати, говорят, Джакиру ведь тоже без Юл, то что интересно. Он тоже тот герой, который мог бы ловить Амберспирита. У него просто денег нет, он купил себе Форстав. И на этом его фарм ведь закончился. Вообще, типа, Джакиру, который хочет ловить Амберспирит, он не покупает себе Форстав, покупает себе Юл первым артефакт. Он не покупает себе медаль. А здесь Джакиро целенаправленно не покупал себе Юл. Вот что важно. И он все рассчитывал на то, что пак будет ловить. Тут еще такая ситуация, что Вичдор больше фармит, он вот формал себя Аганим. На мой взгляд, целесообразно действительно ставить деньги на Юл Блинк для Джакира. И можно нормально с Эмбером расправляться. Медведь пушит у нас верхнюю линию, на которой и так бараков нету. Но есть дабл демодж у Амберспирита. Да, нужно Амберспириту как-то вставлять ремнант, лететь на топ. Слушай, а что-то хочется придумать. А, волчонок все спалил. Ем же появился. Нет. Пока не видели. Может быть СССР стоит. А, вот СССР стоит. Еще одна волчонок. Еще одна. Крит в 700 волчку в лицо. И смог прожимает. Убитые двух волчонков, сразу прожимают смог. Ну что ж, довольно интересное решение. Продмедведь топ. И находит тусик, получает хекс всех тусика, но... Ну, он сбивает. Дальше Торнадо ЕМП условно никуда. Что делать? Ставит Свард, Свард. Ой, по Дримгойлу, как же это больно. Глассика, конечно, перед смертью тоже тягивает, но... Ну, такое себе. Получается, минус 3, они без байбетка пытают, типа, ЗЗ, конечно. Силенс, Седово, 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 Седово тоже убивают под Силенсом. Неудержимый стрик сбивают. Торнадо, вообще не поняли, что здесь нужно делать. Дарксир не смог ворваться. И, пожалуйста, в итоге минус 4. Ну, это очень похоже на слив, на самом деле. Это, да, сейчас просто вам выходит, вы ничего не успели засплитить, вам выходит в лицо герои, у которых все есть, есть Аеги с петом. Не знаю, как будут отбиваться. Ну, Дарксир, Дарксир как-то дал Лутус Сорпет зачем-то стусику. Хоть стоило просто прыгать, просто тянуть, давать мисты и ультопорейшну туда. Можно было бы забить на Тускара. Это был бы хороший размен. Но не сделали в итоге вообще ничего. Немножко растерялись. Может быть, не было Вижена, потому что, хотя... Да, тут, ну... Я не пойму, где это обсервер ворчей, это сентри. По-моему, как раз-таки сервер у команды... Сентри и Роксов. Обсервер команды... Да, вот обсервер веги. И Ембер Спирит теперь еще и байбэкается. Тяжелая ситуация, конечно. Почти уже казалось, что Роксы их будут переворачивать, однако проигранный файт все ставит. Ну, плохую ситуацию, конечно, ставят Роксов, потому что после байбэка Ембер Спирит не может купить себе новых айтемов. Потерявших за место они также не зарабатывают себе денег, а у противника там все, что хочешь. Появляются и айтемы новые, и, пожалуй, про веги сыр. И совсем скоро уверен, будут собираться веги для... Заключительного пуша. Ну, да, они решили не нападать прямо сейчас, чуть потянуть. Сейчас чуть потянули, и все кулдауны у них откатили. Сейчас еще и макропира будет через 27 секунд. Можно будет спокойно зайти. Бараты здесь упадут очень быстро. И, ну, заставят Торнадо Рокс драться. Ну, один-один это ситуация, которая делает нас еще более запутанной ситуацией в группе. Все будут на расстоянии одного очка буквально друг от друга. А, и, кстати говоря, напомню, дорогие друзья, что теперь на первом канале стартует революция элементов против Team Liquid. Тоже группа, тоже, конечно же, важный матч. Поэтому поглядывайте. И туда-то. Ну что, заход тот самый, заход финальный от вега. Байбэк есть только у одного инвокера, у Роксов. Пытается, опять же, с дистанции седой подавать слайд оф пист. Как больно, Мишки. Пошел Лекан, ульдить, снизу заходит. Но всех некрачей у него уже убили. Медведя очень больно. Нужно брать медведя. На самом деле, спанул Лекан. Лекан нажимает БКБ. Лекан уходит. Медведя забрали. Первая потеря. Снизу смесли. С этого захода у нас вега. Не отойдут. Должны вега отойти. Они должны понимать, что... Ну, нельзя ни в коем случае ломиться на этих ребят. Минимум минуту стоит подождать, хотя бы, чтобы БКБ откатило Рокаша. Да, иначе его могут зацепить. Магии здесь слишком много. Хотя тут уже и физики немало. Но все-таки инвокер собрался у нас в кастующего инвокера. Кстати, вот из-за того, что Эмберспирит погиб и потерял байбэк, кажется мне, что вот сейчас самое время идти в такие all-in артефакты. Это рапира, конечно же, в первую очередь. То есть в корне артефакт, который в корне может менять расклад. Да, пока что, правда, у него денег немного не хватает. Ладно, много не хватает денег. Пак. Ксом. Не решаются на него выйти. Вард вообще стоит. Я вот не пойму... А, нет, он стоит на... О, увидит Пака. Еще нет, кстати говоря. Если бы был какой-то хороший дизейбл, можно было его убить. Но нет кухекса. Нет хороших дизейбл в принципе, Кюракс. Петит, пушиваете временем топ. Торнадо пытается противить. Если бы не успел блингануть, сейчас бы остались без медведя. На долгое время, на целую минуту. Покупает Аганим. Ну, Аганим заставит стоять на месте очень долго, конечно. Это комбинация Dreamcoil с Аганимом от NoWana плюс Deathward от Винч Доктора под Аганимом. Они вот этими двумя альтимативными способностями могут выиграть любой замес. Просто поставив палку и кольцо вот это вот. Так, кто идут, собираются снизу. Нет, Ликан у нас на этот раз на миде. Хекс пошел в ПЗЗ. Поставим кое-кл по-друге. Палка соло. Вот она стоит палка. И... Сноу-болы, дальше на соло. Йол живет. Очередные Слайд оф Физ. Приходит, погодь. Ну, не самым художественным образом. На самом деле можно было покручивать. Хейс-пап на развороте. Инбокер большие трудности. Зажимает его там в соло. ПЗ. Папик соло заживает. Сделает байбек инбокер. Саркшир тоже поверг. Наверное, байбек. Ну, имея к крипов сейчас делают. Просто Ликана забирает, конечно, тем временем Седой. Не дает ему размять. Бабараки. Остается медведь. Медведь нужно убивать. Приходит сюда Седой. Получает кекс. Снимают двоих в воздух. Ноуан. Да, это Соло и маг. В итоге из мага убивают Аеги. Соло погибает. Остается здесь один только маг. Ни в коем случае барак не нужно терять. Пошел его Ноуан добивать. Маг пытается сделать телепорт. Естественно, телепорт ему сделать не дают. Забирают мага. Допейте его. Слушай, там еще и пак-то, по-нас. Смотри, БЗЗ, но довольно неуладимый такой получается у нас пак. На блинках, на Элизоре Арбах просто убегайте. Ну и что, остался последний барак. Все-таки снесли бараки в миде. Ликан там пожертвовал с собой. Понятно, что несмотря на 2бк от Орнадо Рокс, очень далеко ушли. У Эмберпирита есть деньги на рапиру. Нужно ее покупать. Ну, сейчас или никогда? Ну да, тут уже совершенно никак. Просто сломают последний барак. Я думаю, что даже имея рапиру, будет очень непросто задефить барак. Продает бутылку, не так вилу, покупает рапиру. Давай, давай, дайди, жужж, красавец, седой. Ну да, ну... Ярко подъехал, наверное, Шрапирко заедал с МБФ, а? Ну можно же с одного слайда фист перешать игру. Хочется, точнее. Да, если бы, конечно, осталось хотя бы на парочку бараков больше. Что-то как-то вот один миличный барак. Ну хорошо, хоть миличный он там регенится. Можно как-то его постоянно отхиливать. Но я думаю, что в следующий раз уже... Вега будет ходить и очень жестко будет добиваться. Идет имбер-спирит. Просто не погибнет имбер-спирит. Осторожнее быть нахуй. По-прежнему никакого у него эскейпа из-под прокаста пока нет. Может повязанность. ПКБшка приобретает пенолу-1. Такое вот интересное решение. Ну, чтобы не мучил инвокер. На Майс-бласт они залетали различные. Ну и в финальный Вега-склад отправляться будут совсем скоро. Ну и Мераксы должны будут, конечно же, постараться как-то отбиться. Тяжело будет это сделать. Идет. Что, Седой, на тебя вообще смотрит вся страна, все твои фанаты. Да. Ну, я бы сказал, что больше не от Седого. Седому нажать одну кнопку. Нужно стянуть Дарксиру. Хоть раз нормально стянуть. Найти какой-то момент. Кому-то забайтить. Я не знаю. Вот не хватает. Помнишь, вчера у нас тоже это был. То ли ЛЦ, когда просто вышла квапа. И забайтила на себя вообще все. И все стянулись. Получили в итоге по голове эверс-паллятия. Так, слушай, Паша, патернат-то не подставляется. Там же Эмбер готов тать слайд офис, залетать на блинке. Ну, там без крита просто подвязал. Теперь разворачиваемся, убегаем. Ребят, у нас ничего не получилось. Ничего не вышло. Да. Нужно как-то вислять. Конечно, мы понимаем, что в идеальном раскладе для Эмбера его тиммейты должны поставить стенку, стянули, дать торматы, дать кемпи, айс, бласт. Дать вакуум. Вот, Дарксир пошел. Прыгает. Вакуум. Апийский вакуум. Но эпид не сработал с лайтов фиста. Может, что неприятное. Стоит в итоге очень быстро падает. Теряет тропиру. Тавит с десвард. Минус три. Минус четыре. И это полное вытирание пяти мужчин. Составите Фрокс. Полное вытирание Фрокс Кис. Но на самом деле один-один. То есть не вторую, конечно, проиграли, но не будем забывать, что до этого сегодня было хорошо. Первую туда не взяли. Так, это, скажем так, печень нарасклад для опеих команд. Геймблплейт пишет соло своим бывшим тиммейтам. Мирно разошлись. Молодцы, ребятки. Ну и что, получается у нас Liquid пять очков, LC три, Vega три, Elements Pro Gaming одно и ROX два. Так.